Этот западный луговой трупиал не находится в списке уязвимых видов. Однако в последние десятилетия в Северной Америке резко сократилась численность этих и других птиц. И это не может не беспокоить учёных. Больше всего пострадали популяции певчих садовых птиц. Некоторые сократились на три четверти. Первое место в списке занимает домовый воробей. Профессор Питер Мара из Джорджтаунского университета стал соавтором исследования, которое опубликовали в журнале Science 19 сентября. «Это важный призыв. Мы должны сохранить виды, от которых зависим». Учёные из Корнельского и Джорджтаунского университетов говорят, что, согласно их исследованию из неба над Северной Америкой, за последние 50 лет исчезло около трёх миллиардов птиц. Их было более 10 миллиардов, а сейчас осталось 7 миллиардов 200 миллионов. То есть, стало меньше почти на треть. «20-25 лет назад мы обещали, что распространённые виды птиц останутся распространёнными. Но мы больше не можем этого обеспечить. В начале 20 века таким же образом стал исчезать странствующий голубь. В итоге он вымер. Нынешние виды мы тоже можем потерять». Исследователи говорят, что главные причины исчезновения птиц – потери места обитания, загрязнения окружающей среды, кошки и окна. «Бездомные кошки убивают огромное число птиц. Пестициды – ещё одна проблема. Кроме того, птицы не знают, что такое окна. Их привлекает яркий свет. Они летят на него, врезаются в стёкла и погибают». Исследование охватило 529 видов североамериканских птиц. Среди них не все терпят потери. Например, численность сов, орлов и водоплавающих птиц выросла.